всем доброе утро сейчас 7 утра где-то температурка около нуля 1 градус показывает чем вчера заехал на дорогу с зелеными знаками типа автобан там не дженни великами пришлось возвращаться обратно на развилку чтобы ехать на второстепенной дороге на под развилкой как всегда есть трава на потом покажу сюда вылезу не стал ничего больше искать стоя вчера 110 приехал чем лег с матрасом прогадал немного потому что он до минус 6 но уже в ноль чувствуется из-под него идет холод то есть хотя и спальники даже пуховик на себя напялил там и термобелье и флисовые штаны со мной чувствуется земли холод идет не сильно комфортно поэтому там было брать не другой матрас который до минус 17 чуть-чуть побольше по размеру и сложенном виде и от надутом более квадратный было бы по комфорту под этот надувной желательно купить мне сейчас какой-нибудь самый самый дешевый карематик подкладывать просто будет теплее в целом так слегка дискомфортно было не то чтобы прям замерз хотелось бы чуть-чуть быть теплее что надо уже вылазить и готовить завтра надо еще почему я не поехал дальше там где населенный пункт повсюду цыгане живут он дофига во всяком случае читая я не замка нифига нет здесь меня велик просто так стоит на подружке а там бы пришлось его как-то под палатку за свой чем я не стал ехать там где люди здесь под мостом вряд ли кто-то от меня ночью вообще обнаружил это всегда когда дома планируешь поездку куда-то такой думаешь там поставлю палатку во столько-то во столько-то так года всегда на диване и дома где представляете что ты находишь место идеально полянка никогда такого не платить особенно в восточной европе так себе полянки все поэтому можно долго часами кататься ничего не находить в общем вот здесь развязка такая но я нашел вот этот съезд съехал осмотрелся в темноте что сложно разглядеть хорошо здесь или плохо но я тут где-то вступила здесь вода хлюпала вот даже здесь лужа есть здесь уже сухо ну прохладного видите какое все мокрое прямо это я вчера газетку взял на заправке думал может быть если вдруг остановлюсь в лесу в каком-то и будет холодно чтобы можно было костер может быть развести ну не пришлось это стрижать сейчас в общем буду готовить завтрак поставил воду греться на класса думал газ горит уже жду жду она не закипает не закипает а он оказывается просто шипел и не горел кого вид максу стыру прикольно что и кофе можно там прям заварить в пакетике горячий во первых он же не остывает в этих пакетик и давый так час двадцать я потратил на все про все приготовил поесть собрал шмотки собрал мусор повесил сумки общем я готов ехать дальше сейчас в режиме это запас хода 120 я думаю где-то на 70 60 километров но на остатки я имею ввиду когда будет 60 надо где-то искать уже место и сидеть часика три заряжаться главное что там было интернет потому что когда нет интернета просто сидеть лица довольно скучно вот это пожалуй один из минусов вот такой зарядки конечно хорошо когда ты поселился в хостеле на ночь бросил особенно если например с собой два аккумулятора взять вообще жирно ночью проснулся второй подключил все у тебя на целый день хватает можно ехать реально километров по 160 оставаться ночевать блин ну клёво они а по-своему прикольно я думаю тем людям которым допустим не охота там взбираться на обхилы по-моему вообще идеальный вариант мне нравится на этом кататься и на обычный велосипеде допустим когда я приезжаю на заправку сразу вспоминаю обычный велосипед бы сел да поехал а тут надо ждать еще два с половиной часа вообще такая штука ладно погнала дальше даме а а а а и а и температура опустилась когда я проснулся было два градуса ли около того а теперь показывает вообще минус 20 компьютер с ума сошел и туман да я когда ложился спать было так темно что вообще не фонарей нифига не видно было ночью когда просыпался вставал то на небе звезды были с утра намечалось солнце и температура с нуля поднялась почти до 5 а теперь опять накрыл туман и температура 50 лесове так достаточно зябко не холодно типа норм просто с того что влажно холоднее наверное выпью кофе если будет интернет покормлю немного велосипед позвоню домой маша маме напишу что-нибудь пусть ему почитаю комментарии в ютюбе я вижу после зубы на лося люди поделились на два лагеря и думаю вы слишком серьезно относитесь к этому даже у нас это было как бы просто надо же автосалон лада учета skoda продаются они не вы ну да здесь кстати очень много лад только него ездит и все больше естественно тут их нет а поселом него этот супер на этой заправке есть интернет есть розетка из кофе сейчас будут заряжаться так важно что аж очки приходится вытирать на ходу жалко что на них дворников все также туманно и как-то похолоднее стало немного вот пуховик супер вот именно must have такую погоду единственное что может немного промокнуть придется угодно подсушить потому что снова прям вода стекает пол первого прекрасная погода солнце плюс 10 не стало очень жарко я снял пуховика сейчас одеваю ветровочку и качу дальше погода очень радует с утра было очень холодно сейчас очень здорово кайф 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 и нужно будет уже совсем скоро щекометров 20-30 нужно искать опять заправку и там не придется сидеть часа три вообще сейчас так будет продолжаться буду ехать и мне будет все так же жарко придется одевать термо страны и шорты кстати не мешал бы просушить палатку это на тоже вся мокрая теперь надо проблему найти заправку зарядить велосипед и высушить палатку на пхилок сегодня ниже не жалел энергии и вот проехал 62 километра и остался запас хода всего лишь на 20 вот впереди заправка сейчас заседание на три часа ушел за заправку внутри поставил батарея заряжаться сушу надеюсь никто ничего не предъявит вроде вышли посмотрели ушли ну что выглядит конечно и по колхозному солнце только здесь самое хорошее время было днем солнышко светило тепло мне пришлось предстоять в принципе типа я и так люблю шариться по заправкам и неспешно ехать я проехал шестьдесят чем-то километров еще еще 50 покручу фонариков ничего страшного буду искать место в общем своеобразное путешествие этому летом было бы здорово особенно тем кто хочет ездить без напряга не чувствовать активы ветер мне на самом деле тоже по прикол не знаю видно что-то или нет мне например сейчас нифига не видно адский туман и проехала 78 километров нужно дотянуть до 100 еще и поужинать летом конечно же веселее кататься в прямом смысле иду по приборам вот смотрю сюда и вот сейчас немножечко расселся туман до этого пять метров и ничего уже не видно и вот если едет машина просто появляется светлое пятно и метрах 50 только видно что это две фары так вот еду по полосе на асфальте и вот по навигации ну так себе надоело уже так ехать х неожиданно заехал в венгрию странно это наверно ненадолго сел на остановке перекусить с той стороны дороги пришла женщина попросила чтобы здесь оставалось так же чисто таки было только ничего не понятно на самом деле что она говорила и так догадался потому что венгерский язык вообще не понятно даже догадаться хоть и примерно нельзя о чем они говорят в общем я заехал в венгрию какого-то хрена я вроде не планировал сюда заезжать в общем заехал и ничего еду заехал на заправку выпил кофе теперь я честно говоря уже ищу место на час какие-то то леса дремучий то поля какие-то грязные прямо вспаханные вообще не знаю тут вокруг заправки лужайки есть сейчас что-то отыщу к дну здесь может быть это тихонечко пока никто не видит стану потому что уже честно очень хочется спать заехал в какой-то город который естественно выговорить нельзя но вы знаете венгерские названия такой миленький красивый городок весь в иллюминации елочка горит на подъезде городу везде стоят такие типа кукольные кукольные роды иисуса или как-то называется в общем-то а ну вот только подумал но они разные бывают вот тут именно такие же рождество вот-вот на днях поэтому здесь все красивенько остановился возле веломагазина телес продают остальные фирмы не знаю прикольно на улице есть камера мат короче контики можно вот купить если прокололся кидаешь монетку и покрышки выпадают камера точнее 26 дюймов трекинг 28 рейс 28 и детские прикольно очень прикольно только хочу очень спать а мест все нет и нет в городе слишком людно а за городом слишком грязно везде поля какие-то перепаханные прям грязище такая куда не наступаешь везде чувака и трава еду-едут написано кемпингом походу заброшенный не рабочий собаки разгавкали сразу хрен тут поспишь наверно надо посмотреть все равно доброе утро пора вставать вот так вот я сюда к себе немного засунул велосипед тут у меня две сумки лежит вот здесь у меня есть кладовка еще немножко смуточек две маленькие сумки хранится было холодно я завез но спалось хорошо даже сейчас утром во сне и рассказал уже на камеру показал то место где я спал приснилось себя не показываю потому что очень симпатично вот это место непонятно что тут происходит вокруг вот кемпинг свежие колеса кто-то по ходу тут уже выезжал сегодня может быть и нет ну там какой-то домик стоит это на место для прицепов в общем здесь по ходу никого сейчас нет потому что не сезон только я 823 я быстро собрался на самом деле 4 сумки это конечно здорово если кто-то из вас катается просто так на туринге забудьте про байкпакинг это такое дерьмо по сравнению с этими сумками 20 минут у меня все собрано я еду дальше очень удобно очень здорово пофиг поставил здесь хоть дочь хоть не дочь ничего не промокает места много не надо особо раскладывать в общем очень удобно ладно друзья я еду дальше надо мусор за собой вести еду дальше по карте время от времени видите маршрут я еду по центральной дороге маршрут не видел по каким-то тропам лесным я пытался ехать это четко по маршрутам получается именно грязь то есть для мтб маршрут что ли ну то есть и далеко не отхожу но еду постоянно по дороге он в итоге все равно возвращается вот такие штуки повсюду стоят когда-то это было погран застало типа словакии и венгрию теперь просто кафешки сделали срочно нужно мойку потому что я засрался капитально и она не оттирается в даже об траву просу грязь таких пластилин грязная и летит во все стороны надо срочно найти мой кто-то потом не отмываюсь капец надо зачем я поперся туда пока светло решил покушать какая-то деревня опять словакия тут езжу то в словакии то венгрии то словакии то венгрии туда-сюда вот опять выехал из венгрии опять словакии вот и уже по моему больше не заеду венгрию думаю сегодня топить до конца и мойку желательно найти где-нибудь на заправке потому что вон какое грязный доброе утро на карте возле дуная и вчера вечером я думал вот это пошли это речка потому что очень было темно и фонарь . это как-то не досвечивал а это поле блин это не дуная дуная там за деревьями вон туда дорога уходит уходит и там уже точно дуна и можно ехать вдоль дуна я вернусь на дорогу собираюсь быстро еду на заправку физиономии не покажу ибо очень заспанный и было очень холодно кстати ночь и замерз я вот прям вот очень не пожалел что взял эти штаны за темп ост просто пушка сейчас их отделы просто вниз тепло и хорошо из обалдеть короче вот здесь когда-то был веломаршрут давно вот в прошлом году мы с машей сюда приезжали вот были ворота так ничего не изменилось вот пришлось нам вот так вот выезжать на трассу и в этот раз я опять сюда заехал вот уже больше года полтора года прошло его маршрут такие не вернули на место сейчас опять поеду в общем я уже все сделал с утра заехал на заправку зарядил велосипед немного позавтракал купил водицы вот до братислава километров 90 я планирую сегодня проехать братиславу и заехать на ту великолепную дорогу которая ведет из словакии в австрию вот и где-то в этом венском лесу остановиться на ночь завтра уже с утра быть в вене субару субару лада я заехал на заправку тут есть душ душ стоит 2 евро вроде автомат они не показалось но сейчас немного освежусь и одену новый за 2 евро очень даже приятный душ тут правда прохладно вода горячая замечательно и а ну и 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 а и и и и и и вот решил камеру достать не знаю с утра я встал все рассказал показал где спал потом заехал заряжался по пути увидел заправку шел нашел там душ выкупался все и дальше еду два раза пытался выехать на дунайскую дорогу а там-то ремонта очень плохая грязная дорога приходится возвращаться на трассу и вот еду по трассе ничего не происходит просто хорошая дорога встретил одного велосипедиста шоссе к все новостей больше нет хочу доехать сегодня братья славу по светлому я надеюсь пересечу и попасть на дунайскую дорогу до вены уже и там где-то упасть на ночлег там действительно очень красивые леса я надеюсь там дорогу хоть делали когда-то было потом прошлом году она не работала всех пускала на объезд надеюсь я сделал даже если не сделали все равно поеду по ней завтра рано утром там уж больно красиво у меня очередная попытка попасть в дуна и ехать вдоль него я не хочу по трассе ехать тем более сейчас такой ветер прямо иногда прям бросает из стороны в сторону типа немного стремно потому что и фуры рядом проносятся вот я решил все-таки 5 рискнуть и выехать к речке надеюсь чем ближе к братиславе тем будет лучше кстати проложил маршрут до вены 102 километра отсюда пишет перчатка плохо ловит контакт с экраном ну 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 вот все вдоль речечки ну вот вроде наконец выбрался чуждо и вот дунай вот сейчас кайф ехать вообще ветер в спину никого нет обалден и место для палатки вон а сколько волны полно я очень думаю себя ехал на обычном шоссе киликать гости своим даже на мтб-шных покрышках я позже давно в вене был то есть моя физическая подготовка позволяет мне ехать быстрее чем я езжу на электровелике вот я это сейчас осознал то есть не каждый будет ехать быстрее чем на велике но кто достаточно подготовлен то все-таки на обычном велике быстрее поедешь но не на нтб естественно легком шоссе или карбончик а вот выехал вообще на идеальный асфальт просто вот на коньках можно ездить путешествовать я вижу на роликах такой хороший асфальт такой сильный ветер что едут 28 километров в час в эко режиме то есть он уже велик уже не работает он 25 вырубился и вот мне комфортно ехать 27 28 километров так немножко нажимаю конечно чтобы 30 лет это вот наверное одно из немногих мест например в окрестностях братислава я уверен где можно на шоссейнике гонять туда-сюда тренироваться и длинный маршрут достаточно думаю один из немногих вот вам пример киева нет же ни одного места несчастный труханов остров несчастный там сколько 5 8 километров это постоянно тачки ездят это гуси постоянно ходят а он чуваки либо кайты либо виндсерфинг виндсерфинг скорее всего пару садочные но такой ветер не грех на наканаться вот еще не стемнело я уже проехал 100 скорость нормальная за 420 практически и сейчас всего лишь пол пятого каблин с таким успехом можно и вену сильно доехать было плита стопудово поехал подумаю